Были уверены в нашем проекте, были уверены в том, что это необходимо Хабаровскому краю, так как, в принципе, по России практически не развивается медиаволонтерство. Так и в Хабаровском крае, тем более, его нет. Этим летом Арина Щербакова вместе с единомышленниками открыла в крае Академию медиаволонтерства. В ней молодежь учат создавать современный контент. Ученики Академии – это будущие медийщики, которые будут бесплатно освещать мероприятия. Первый поток школа медиаволонтеров уже выпустила. Молодежь смотрит и думает, что я буду бесплатно где-то что-то делать. Это не всегда так. Это про опыт. Чтобы расширить действующий проект или реализовать новый, не требующий больших затрат, молодежь Хабаровского края может побороться за микрогрант от Росмолодежи. Эта новая программа расширит возможности идейных жителей найти финансы на свои задумки. А небольшая сумма, до 100 тысяч рублей, поможет им не бояться. Очень часто молодые люди, когда принимают решение поучаствовать в грант-заявке или нет, их пугает вот этот масштаб. Полтора миллиона на свою идею. А как быть? А как взять? А как отчитываться? А на что тратить? И для того, чтобы у молодых людей была возможность попробовать реализовать какую-то маленькую идею, а зачастую для идей не хватает буквально чуть-чуть, Самарус молодежи придумала такой формат, как микрогранта, когда молодые люди могут попробовать, подать заявку на идею всего до 100 тысяч рублей. Микрогранты могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Система оценки проектов упрощена, отчетность о реализации тоже. Комиссия обращает внимание в первую очередь на то, насколько идея полезна и необходима обществу прямо сейчас. Молодежи предлагают много классных идей. Они в основном патриотической направленности, добровольческой направленности. Идеи, которые помогают избавиться от всяких террористических, экстремистских движений, возможно популяризировать историю с семейными ценностями. Также эта история про охрану окружающей среды. То есть все то, что помогает развиваться молодежному сообществу. Получить микрогрант можно, подав заявку на сайте Росмолодежи. Прием завершится 22 июля. Полина Овчаренко, Александра Пескун, Николай Трохин. Смотри Хабаровск.